Да, Ирина, сегодня в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма области была предпринята очередная попытка демонстрации туристического маршрута. Журналистов пригласили в музей Константина Федина. Здесь им обещали не только рассказать о туристических возможностях нашей области, но и детально, наглядно показать, чем богат, ну, к примеру, вот этот музей. Зарубежными писателями здесь тоже представлены. Пока идет основная экскурсия, есть возможность пообразить по музею и посмотреть детально некоторые предметы. Например, вот этот сундук, который принадлежал семье Фединах. Обычно этого нельзя делать, но пока никто не видит, мы попробуем его открыть. В принципе, открывается не так уж и тяжело. Вместительность очень хорошая. Наверное, здесь хранили что-то ценное. Так, вернем все как было и пойдем посмотрим, что еще интересного. Так, а в этой комнате рабочий кабинет Федина. Здесь вот заграждение. Сейчас мы, наверное, пройдем. Так, осторожно. Нельзя. Сейчас работает. У нас забьет полицию. То есть, ни под каким предлогом не пустите? Нет. А часто прорывается? Нет. У нас все послушные пустите. Даже школьники? Да, школьники. Ладно, раз нельзя, пойдем в другое место. В музее Константина Федина не только водили экскурсии, но и организовали экспертную комиссию по туризму. Здесь говорили не только о тех музеях, которые есть в Саратовской области, которые можно посещать, но и о возможных туристических маршрутах. Давайте послушаем, о чем сейчас идет речь. Поэтому мне кажется, что в первую очередь, конечно, я сегодня не ставлю, что вот только наш музей должен входить вот в этом. Все абсолютно музеи, все памятные перфекистуры, все памятные места, все усадьбы, они должны быть хорошо. Вот все должно быть проанализировано. Что включить? Подобные мероприятия с наглядными экскурсиями, театральными сценками в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма планируют проводить и впредь, и, возможно, это даст свои плоды. Ирина? Продолжение следует...